Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Меня зовут Владислав Кислицын, я эксперт компании по самогону варенью. И мы продолжаем цикл радостных летних роликов. Радостных, потому что у нас новый самогонный аппарат Вейн Реформ Плюс и Вейн Реформ Плюс ПРО, то есть на 1,5 и 2 дюйма. Соответственно, вот они у меня в частично разобранном виде, здесь разбросаны на столе. Сегодня у нас ролик с тестированием. Будем делать первую перегонку и, как обычно, на первой перегонке нас будет интересовать мощность, которую способен максимально утилизировать холодильник полутора и двухдюймовой версии. Я буду делать это в режиме под стил, то есть вот у меня крышечка, два поворота, холодильник и носик сбора, полтора дюйма. Из двух дюймов я сооружу это чуть попозже. Почему? Я начну тестировать полутора дюймового холодильника, потому что предполагаю, что он утилизирует меньшую емкость, чем двухдюймовый. Я подозреваю, что двудюймовый мне вообще не удастся до максимальной мощности раскочегарить, потому что что у меня есть из оборудования? У меня есть плита от пивоварни хмельница, по сути дела гастрорак, плита, она дает три с половиной киловатта. И у меня тэн, кубы VN Reform Plus подразумевают двудюймовый кламп под тэн. Соответственно, у меня три киловатта мощности на тэне и три с половиной на плите. И в моем распоряжении шесть с половиной киловатт. В принципе, мне кажется, это как минимум не меньше, чем максимальная возможная мощность в большинстве домашних хозяйств Российской Федерации. Если, конечно, вы не выводили для самого наварения отдельную мощную линию на 12 киловатт, например, и так далее. В общем, наша задача проводку в ваших домах не сжечь. Поэтому, я думаю, вот такого набора нагревающего оборудования для адекватного тестирования мне будет достаточно. Поэтому, сначала я разгоняюсь на максимальной мощности три с половиной плюс три. Потом начинаю регулировать так, чтобы у меня была приемлемая температура спирта сырца на выходе. Соответственно, получу максимальное какое-то значение мощности для полутора. Потом соберу двухдюймовую конфигурацию, поменяю крышку. Ну, потому что у нас кламп на крышке определяет калибр аппарата, который можно поставить. Точно так же в подстиле гоню максимальную мощность двухдюймовый холодильник. Я подозреваю, что оно все съесть и не подавится. Если подавится, тоже немножко снижу температуру. Повторяюсь, критерием у меня будет то, чтобы спирт на выходе самогонного аппарата был приемлемой комнатной температуры. Я вообще предпочитаю не лезть с термометром, потому что термометр может не всегда под рукой. У меня такой внутренний критерий. Ругайтесь сколько хотите, но я трогаю спирт на ощупь. Если он холоднее температуры моего тела, я считаю его температуру приемлемой. В общем, полетели, я заливаю брагу. Прага обычная, сахарная. Вот у меня ведерко мои коллеги приготовили. Обычное бродильное ведро 30-литровое. Там 7 килограмм сахара сброжено дрожжами. В общем, простая сахарная брага. Сейчас все залью и пока оно будет нагреваться, соберу аппарат и покажу вам все в сборе. Итак, что у меня получилось. Вот у меня плита от хмельницы выдает 3,5 киловатта. Вот у меня блок управления ТЭНом. Показывает, что он в нем 100%, то есть 3. И за что люблю 37-литровые кубы. То, что в них тютелька в тютельку замечательно входит содержимое 30-литровой бродильной емкости и как раз остается место под пенообразование, чтобы пену не уносило. Самогон получался более высокого качества. Ну и, как видите, очень удобная шкала. Видно, сколько залито. Напомню нюансы и особенности серии UE-Reform Plus. У нас армированное уплотнение, то есть металлический обруч, на который натянут силикон. Мы его аккуратно устанавливаем. У него есть ножки, у этого силиконового обруча, металлического обруча в силиконе. Они помогают, точнее, центрироваться, чтобы ничего никуда на бекрень не смещалось. И можно было качественно аппарат... О, хобот опускается. Опускается хобот. Можно было аппарат качественно без утечек застегнуть. И вот этот вот разъемный обруч очень мне нравится. То есть я имею право, не сильно заморачиваясь, надевать его прям поверх колонны, не снимая через разрез. Так, ну и сейчас я хочу проверить, насколько туго он у меня застегнется. Все-таки первые эксплуатации у аппарата слишком слабо. Соответственно, я могу немножко подрегулировать, сделать несколько оборотов с тем, чтобы затянуть качественно. Ну-ка, вот так. Знаете, я еще хочу пару оборотов. Вот, вот это уже вызывает доверие и уважение. Сейчас проверяю все клампы. Термометр у нас должен быть установлен, чтобы из гильзы для его установки ничего не свистело. Соответственно, второй термометр, который на крышке, тоже должен быть установлен. Я покажу вам еще поближе их. Ну и этот вот мы видели, что опускается. Моя задача, в общем-то, в этой ситуации дать максимально вертикальное положение холодильнику, потому что чем более он вертикален, тем более эффективно он работает. Незначительно, но не стоит этим пренебрегать. Проверяю остальные клампы и обращаю ваше внимание на то, что разъемы для подвода воды у реформов традиционно выполнены с двух разных сторон. И я подвожу воду снизу. Вода у меня поступает, заполняет весь холодильник, не оставляя никакого пространства воздушного и уходит сверху. У меня быстросъемы. Не мудрствуя лукаво, беру два родных шланга, которые были в комплекте. Есть, конечно, покороче, но я хочу использовать все родное. Соответственно, первый шланг снизу, он у нас пойдет к подводу воды. Второй шланг сверху, он пойдет для отвода воды. И, по сути дела, аппарат готов к использованию с двойным нагревом. Он нагревается достаточно быстро, интенсивно, энергично. Ну и после сборки подал воду, чтобы на холодном аппарате убедиться, что ничего нигде не протекает, чтобы потом на горячую и не пытаться что-то исправить. И остается только взять приемную тару и дожидаться первых капель. Так, даже еще более вертикально сделаю, потому что мне хочется прямо собирать вот в эту бутылочку. Вот таким образом. Даже, так скажем, несколько затрудненные условия для холодильника мы обеспечили. Более полого его расположили. Ну, сейчас посмотрим, когда пойдут первые капли. Итак, первые капли пошли. Довольно быстро. Ну, мощность не детская все-таки. Я сейчас покажу вам всю экспозицию. А потом построю общий кадр и в нем буду действовать все измерения, проводить, чтобы вызывать больше доверия. Значит, вот у меня на хмельнице 3,5. Здесь пока 100% от 3000. И скорость такая. Вот сейчас полностью аппарат разгонится. Скорость выровняется. Будем измерять температуру воды. Когда температура воды меня устроит, я даже термометр нашел. Когда температура воды меня устроит, постараюсь засечь время и измерить скорость. Это, конечно, условно, потому что скорость меняется от начала к концу первой перегонки. Но хотя бы оценочно. Вначале первые перегонки скорость больше, потом она падает при постоянной мощности. За счет того, что количество спирта меняется. Ну, пошел строить общий план и готовиться к измерениям. Итак, на полной мощности все-таки тепловатый спирт у меня идет. При том, что мощность воды я падал так, что там порядка 50 градусов на выходе. Значит, нужно снижать мощность. Все-таки на полной не справляется. Ставлю, ну, давайте 75, 70 процентов. 70 процентов. Смотрим, сейчас установится режим. Давайте даже так, 66. То есть здесь у нас три. Сейчас вместо трех мы отсюда получаем два. И здесь три с половиной по-прежнему. Тепловата. Вот примерно сейчас здесь температура, как температура моего тела. Даю немножко поработать. Ну, струя-то, кстати, обратите внимание, идет вообще нехилая. Льет как из ведра, можно сказать. Но я хочу более честно к этому вопросу подойти. Теплый спирт получать не так интересно. Давайте ставим 50. То есть вместо двух я сделал полтора. Посмотрим, что будет по температуре через полминутки, когда режим установится. Все нормально, меня это устраивает. Это уже холоднее. Соответственно, три с половиной плюс полтора. 5. 5 киловатт прожевывает холодильник. И сейчас я полминуты или минуту засеку на таймере, на секундомере. И посмотрим, сколько она берет. Измерим скорость. Соответственно, умножим на 60, например. Так. Запускаю. Подменяю. Ну, скажем, пусть будет 31 секунда, пока я плюхался. Потом умножим на 120, получим скорость в литрах в час. У меня получилось 70 миллилитров. Не беру особенно как бы тонкости, потому что я говорю, это приблизительный расчет. Но 70 умножаем на 120. 8,5 литров стартовая скорость. Естественно, это где-то в районе фантастики. Она будет падать по мере того, как количество спирта будет уменьшаться. Ну, вот 30, 30-31. То есть, по моим ощущениям, то, что я называю, холоднее, чем температура моего тела. Вот такие вот результаты. Соответственно, 5 киловатт, 8,5 литров, 30, температура сердца. Я все устанавливаю. И сейчас перехожу на двухлитровый, двухдюймовый вариант, двухлитровый уже говорю. Сейчас аккуратно все это, чтобы не обжечь, разберу. Поменяю крышку и буду экспериментировать с двумя дюймами. Как говорится, продолжаем прерванный разговор. Два дюйма у меня разогнались. Ну и да, здесь попрохладнее. Мощность полная. Здесь сотка, здесь три с половиной. Ну, то есть, шесть с половиной по итогу. Соответственно, засекаю полминуты, измеряю объем, а потом беру температуру. Так, старт. Так, я надеюсь, мне хватит моей пробирки. Потому что скорость, дай бог. Да, похоже, что хватит. Ну, там было пять, здесь шесть с половиной. Не должно в два раза быть. Так, чуть-чуть я промахнулся. Девяносто. На самом деле, девяносто два, но я промахнулся на секунду. Считаем девяносто. Умножаем на сто двадцать. То есть, это за тридцать секунд. Десять восемьсот. Ну, почти одиннадцать литров. Стартовая скорость. Дальше. Нас интересует температура. Тоже, скорее всего, где-то в районе тридцати. Тридцати двух будет, по моим ощущениям. Ну, в общем, такие скорости отбора радуют, не правда ли? Когда можешь себе позволить такую мощность. Слушайте, двадцать девять, семь, восемь колеблется. Тридцатка. Тридцатка на выходе. Еще двадцать девять, девять. В общем, температура приемлемая. Скорость, скорость я назвал почти одиннадцать литров в час. Остается дождаться конца погона. И сделать выводы по первой перегонке на аппаратах Вейн Реформ Плюс и Вейн Реформ Плюс ПРО на два дюйма. Ну что, друзья, я проверил, как я проверяю перегонку на сахарной браге, когда она подходит к концу, когда крепость в струе опускается ниже десяти. Вот эти хвосты сахарной браги, которые ниже десяти, я не отбираю. Поэтому имею право остановить процесс. И сейчас я тут все приберу, соберу, сделаю аккуратно и будем подводить итоги. В общем-то, для себя я не сомневался, что и холодильник на два, и холодильник на полтора справятся на ура с подводимой мощностью. Потому что мы и делаем самогонные аппараты и холодильники для них уже много-много лет. И съели на этом деле много собак, вот и водяной тоже подтверждает. Мне было интересно, что для новых пользователей, для кого интересны характеристики, мы их все примерно посчитали. Видео цифры я называл. Мне было интересно, что мне были интересны нововведения. Очень удобная шкала внутри бака, мне понравилось. Клапан вот этот двунаправленный. Были опасения, что будет травить. Не травил, хотя выглядит силиконовая заглушка и силиконовая заглушка. В общем, просчитано все хорошо, качественно. Не травило ни из-под термометров в силиконовой гильзе, нигде. Прям доставило удовольствие. Удобные запорные обручи, хомуты и армированные прокладки. Тоже никаких попыток травить не совершили. В общем, вот так вот по обиходу, по эргономичности никаких огрех на новых аппаратах я не заметил. Это плюс. По мощности отлично работают. Мы это с вами заметили. Внешне, визуально, если не видели обзор, посмотрите. Он был на канале чуть раньше. Я там показывал подробно, как они сделаны, качество изготовления швы и прочие подробности. Там же все данные по конструкции и по размерам. Сколько трубок, какого диаметра и так далее, и так далее. Все сделано из 304 стали. В общем, тут картина понятная. Самое интересное, это будет у нас вторая перегонка. Соответственно, у меня есть дилемма. Чего именно мы хотим выяснить в ролике про вторую перегонку, про тестирование в первую очередь. Мы можем делать перегонку в режиме с дефлегматором. И посмотреть, насколько стабильно эта конструкция будет работать. Раз. Мы можем делать вторую перегонку через узел отбора по жидкости. Использовать доохладитель. И пытаться получить максимальную крепость. Заполняется насадка SPN. Это два. Может быть, какие-то еще варианты есть. Какой эксперимент в первую очередь на второй перегонке поставить с аппаратами Vein Reform Plus и Plus Pro. Поэтому напишите в комментариях ваши соображения, как вам этот аппарат. И каким испытаниям на второй перегонке, прежде всего, хотелось бы его подвергнуть. Ну, а на сегодня у меня на этом все. Спирцерец готов к экспериментам. Так что, как водится у нас в русской дымке, цените натуральное.